Сегодня я хочу пригласить вас к возможности максимально избавиться в своем разговоре от слова «надо». Если вам интересно, как можно сделать свой язык более действенным и четким, не отключайтесь, продолжайте смотреть это видео. Итак, первое. Заметьте, как часто мы говорим о своих задачах, пожеланиях или мечтах в форме «надо». «Надо заняться английским», «надо съездить посмотреть», «надо пересчитать затраты», «надо найти нового человека в команду». Окей, это привычно, мы в этом живем, но если вдуматься, сколько силы, сколько импульса и сколько побуждения к действию содержит такая форма. А что, если переформулировать вот это вот заявление о том, что «надо», непонятно кому, непонятно зачем, в создание возможности, в декларацию. Я создаю для себя возможность, наконец, заняться английским. Я создаю для нас возможность нанять нового человека, который будет полноценно заниматься этой функцией. Я также могу быть более конкретной и дать конкретное обещание в отношении той возможности, о которой я рассуждала как «надо». Если я говорю «эх, надо, наконец, заняться английским», я могу дать обещание конкретному человеку, возможно, преподавателю, дать обещание встретиться. Давай, я даю тебе обещание, что в среду мы с тобой встречаемся и обсуждаем, что возможно. Что возможно, как я могу вписать в свой график занятие английским языком. И это может относиться к чему угодно. Делая утверждение в стиле «надо нанять нового человека» или что-то такое пространное, я могу тоже переформулировать в те же утверждения, но основанные больше на конкретных фактах, привязанные к конкретным ситуациям и, опять же, создающие конкретные возможности. Я вижу, что нам необходим человек, который возьмет на себя эту функцию, потому что то, что происходило в последние три месяца, явно неэффективно по показателям. Посмотрите для себя, какая будет разница в том, что будет происходить дальше, если вы переформулируете вот это вот пустое «надо» в более конкретные утверждения, в декларации возможностей и в приглашении, в обещание сделать конкретные действия конкретным людям. Да, это непривычно, но именно так, именно через непривычный разговор и непривычные действия мы можем увидеть какие-то реальные изменения, реальные результаты. Отдельная тема – это выражение просьб или указаний, или, если позволяет, контекст приказов в форме «надо». Посмотрите, как это работает, если вы просто выпускаете в воздух, надо доделать вот эти вот пункты, надо найти человека в команду, надо отвести вот это все, надо с этим разобраться, и ожидаете, что дальше что-то произойдет. Попробуйте отметить это в своем разговоре и переформулировать настоящую просьбу, то есть действительно адресуя это конкретному человеку, делая вступление «я тебя прошу» или «у меня к тебе просьба», «сделай, пожалуйста, вот это к такому-то сроку», «мне это нужно вот за тем-то». И посмотрите, как это будет работать. Еще один момент – это выражение с «надо», когда все уже произошло, и вы смотрите на произошедшее, и вам кажется, что эффективным было бы сделать как-то иначе. Это нормально, это всегда будет автоматически возникать. Тем не менее, посмотрите, что создает вот это «эх, надо было». Вы тратите время, как правило, создаете контекст негативности того, что что-то здесь не так. Возможно, для кого-то это работает. Я лично для себя отметила, что мне это никак не помогает, и при этом постоянно автоматически продолжает возникать, что я делаю, так это я вот эту вот свою идею о лучшей эффективности стараюсь перекинуть на будущее, и задекларировать, или дать обещание в будущем сделать то, что я считаю более эффективным. Вместо «надо было поехать этим маршрутом», я говорю «в следующий раз поеду этим маршрутом», или «в следующий раз четче подумаю, каким маршрутом ехать». Попробуйте отметить для себя, есть ли здесь разница, что лучше работает для вас лично. Еще один аспект – это разговор с человеком, который пришел к вам поделиться каким-то переживанием, чем-то, с чем он сейчас не может справиться. Тот момент, когда мы, по сути, нужны исключительно как слушание. Как только мы человека выслушали, а часто еще и не закончив слушать его, уже автоматически выскакивает рекомендация в его сторону. Да тебе надо вот что. Хотя человек пришел, возможно, вовсе не за этим. И, возможно, поставив на паузу «надо», мы дадим ему больше поддержки в том, с чем он сейчас имеет дело. Что происходит вот в этом контакте с человеком, когда вы выдаете свою, возможно, не всегда прошенную рекомендацию тут же, с «надо», и что происходит, когда вы дожидаетесь большей завершенности, когда вы даете человеку договорить до конца, возможно, дожидаетесь от него вопроса, основывая свои утверждения на чем-то более фактическом, можете ему что-то подсказать при необходимости. Ну и есть еще такой момент. Бывает разговор в глобальном смысле о каком-то своем предназначении, не очень люблю это слово, о том, что мы делаем в своей жизни или делаем в конкретной ситуации. Формулируем мы утверждение, опять же, вместе с этим «надо», «тебе это не надо», «здесь этого не надо» или «здесь надо вот то». Получается, что мы ссылаемся на какое-то неправильное положение вещей. Есть разница между фактическим положением вещей и просто чьим-то отношением к ситуации. И если мы ссылаемся на «вот так надо» или «так не надо», насколько мы на самом деле ответственны, сколько мы на самом деле имеем здесь выбора в этой ситуации. Часто бывает так, что если я говорю «мне это не надо», я, с одной стороны, чувствую себя спокойнее, с другой стороны, все равно может продолжаться какая-то незавершенность, невысказанность, ощущение того, что я все-таки не делаю то, чего мне хочется. Если я просто перевожу это в то, что я этого не делаю, или я выбираю это не делать, или я не хочу это делать, для меня по-другому начинает проявляться эта ситуация. Мне лично это дает намного больше свободы, чем когда есть какое-то «надо», и я ему якобы соответствую или не соответствую. Если вы выбираете «не делать», вы также можете выбирать «делать». Какое воздействие такой разговор будет иметь на вас? Благодарю вас за то, что посмотрели видео до конца. Если вам интересны подобные разговоры, отрывки из работы Вернера Эрхарда и размышления на тему того, как на нас работает наш язык, подписывайтесь на мой канал, на уведомления и включайтесь в разговор. До скорых новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok